Любите играть в GTA, но вечно не хватает денег на новый транспорт и недвижимость? Тогда загляните в группу Кфасмиллеру. Это надежная группа с недорогой и быстрой прокачкой. И доступна она на всех актуальных платформах. На ПК, PS4 и PS5, Xbox One и Serie X и S. А больше вы узнаете по ссылке в описании. И сон здорово, с вами Маркус. У нас вчера началась новая бонусная неделя в GTA Online, о которой я вам сейчас все расскажу. А перед просмотром не забудь подписаться на мой канал. Я каждую неделю выкладываю ролики о новых скидках и бонусах в игре. Также о новостях в мире GTA Online и еще множество интересного контента. Так что, добавляйся, братишка, не хватает именно тебя. Переходим к нашей бонусной неделе. И начинаем мы с призового транспорта на подиуме казино. На этой неделе у нас там стоит Grotti Tourism Air за 500 тысяч баксов. Неплохой суперкар, но с учетом того, что ребятам, которые забрали его на Эпике, они его могут бесплатно забрать. Этот суперкар, то, в принципе, и бессмысленно его выбивать. Далее, премиальный транспорт в автоклубе LS. Тоже Grotti Tourism, только на этот раз классик за 705 тысяч баксов. И чтобы ее забрать, надо 4 дня подряд приходить в топ-5 в серии гонок автоклуба LS. В любых, либо погоне, либо уличные гонки, тут уже на ваш выбор. Ну а бесплатно на этой неделе вы сможете прокатиться на суперкаре Grotti X80 Proto, суперкар Grotti Furia и еще одна Grotti, только уже Sportcar Italy RSX. Кстати, на некоторые из них имеется на этой неделе скидка, так что можете покататься, затестить и прикупить сразу по скидке. Бесплатно на этой неделе вы можете себе забрать бронированную Куруму. Я не знаю, что это за аукцион невиданной щедрости от роков, но вот как-то так. По поводу количества, я не знаю, но если она под 0 баксов стоит, то скорее всего можно ее забрать до бесконечности, но продавать вы ее сможете тоже только за 0 баксов. То есть, если у вас вдруг нет бронированной Курумы, то возьмите одну. 10 штук бессмысленно собирать. Также бесплатно пуленепробиваемые шины и броня для транспорта тоже все бесплатно. Так что если вдруг у вас имеется большое количество транспорта, на котором нет брони, потому что вы экономили, то можете на этой неделе этим всем делом закупиться. И переходим с вами к скидкам на транспорт. Катер. Спидер за 162,5 тысячи баксов не советуется к покупке, так как водный транспорт толком в ГТО не используется. Следующая скидка 50% на седан Кагнесетти и его бронированная версия за 279 тысяч баксов. Советуются покупать, конечно же, бронированную, так как она сможет выдержать как минимум одно попадание из опрессора. Далее. Спортивная классика. Стингер за 425 тысяч баксов. Трицикл. Страйдер. Его обычная цена с учетом скидки 335 тысяч баксов, оптовая 251,5 тысяч баксов. Чтобы получить оптовую цену, вы должны пройти ограбление казино и взять этот транспорт как транспорт для отхода. Но с учетом того, что трицикла в ГТО не особо удачно вышли и вообще не особо популярный транспорт, опять же не советуется к покупке. Следующая. Скидка 40% на один из лучших суперкаров Бенефактор Кригер. Его нынешняя стоимость 1 миллион 725 тысяч баксов. Если у вас еще не было этого суперкара никогда и вы слышали вдруг его название, но не хотели покупать за фулл прайс, то обязательно возьмите. Машина того стоит. Следующая. Скидка 40% на кастомизацию Gauntlet Classic у Бенни. Кастомизация вам обойдется в 489 тысяч баксов. Далее. Скидка 40% на читах Classic 519 тысяч баксов. Кстати, это один из лучших представителей спортивной классики. Скидка 40% на Бенефактор Стирлинг GT за 585 тысяч баксов. Бенефактор Шланген GT за 780 тысяч баксов. Следующая. Скидка 30% на Гротти Фури. Ее обычная цена с учетом скидки 1 миллион 918 тысяч баксов. Оптова 1 миллион 438 с половиной тысяч баксов. Чтобы получить оптовую цену, вы должны взять этот транспорт как транспорт для отхода при ограблении казино. Следующая. Скидка 30% на Карин Привьон. Его обычная цена с учетом скидки 1 миллион 43 тысячи баксов. Оптова 782 с половиной тысячи баксов. Я вообще не понимаю, почему Рокки ее сюда впихнули в эту неделю. Возможно, это чисто случайно, а возможно, нет. Но это, в принципе, неплохая машина. Но уж очень мне не понравилось на ней сцепление. И последняя скидка на транспорт, это скидка 30% на Гротти Х80 Прота за 1 миллион 890 тысяч баксов. В свое время это был самый быстрый суперкар в игре и плюс еще имел довольно-таки космический дизайн. Это у нас были все скидки на транспорт. Переходим с вами к скидкам на недвижимость. Тут у нас целый офисный разгол. Первый, это скидка 50% на все офисы. Самый дешевый на этой неделе вы сможете приобрести за 500 тысяч баксов. Самый дорогой за 2 миллиона. Плюс еще скидка 50% на гаражи. Тоже, опять же, вещь хорошая. Потому что, в общем, гараж себе вмещает 60 единиц транспорта. А это довольно-таки большое количество. Далее, скидка 30% на улучшение для вашего офиса. Поменяйте стиль, добавьте себе нахрен никому не нужный сейф. Либо тот же самый ящик для оружия. В принципе, ящик для оружия вещь нужная. Также скидка 30% на все транспортные склады и склады для спецгрузов. Как обычно, у нас изменились испытания на время и испытания на время на лси, которые мы с вами пройдем завтра. Ну, а мы с вами переходим к бонусным выплатам этой недели. И начинаем с не самых лучших. Это двойные выплаты денег и опыта за противостояние полный кайф. Честно, я в него толком ни разу не катал, так что ставлю его на это место. Следующее. Двойные выплаты денег и опыта за противоборство сумму ремикс. Довольно-таки интересный режим. Плюс еще катаетесь вы на каскадерских платформах. А вот сумма будет зависеть от того, выиграете вы или нет. Далее. Двойные выплаты денег и опыта за миссии от Симона. То есть, это миссии конфискации и просто рандомно раскиданные задания. Советуется проходить конфискацию, так как там больше всего вы сможете получить наличности. Ну и советуется, конечно же, новичка. Далее. Двойные выплаты денег и опыта за продажу спецгрузов. Ну, в принципе, тут все шикарно и тут все отлично, все знают. Ну и самая топовая бонусная выплата, я думаю, большая часть народу ей будет заниматься на этой неделе в перерывах между Ка и Перека. Это на 50% больше денег опыта за продажу транспорта с вашего транспортного склада. Проблематика только довезти тачку, а уже продать будет не такая проблема. У меня уже подобные ролики на канале были на эту тему. Если поискать, то можно найти. Даже, возможно, я ссылочку сверху прикруплю, чтобы вы увидели и перешли, посмотрели. Но это было все о новой бонусной неделе и, честно скажу, эта бонусная неделя просто огонь. Большое количество скидок на транспорт, которые более-менее популярны, либо же не так часто встречаются на бонусных неделях. Бонусные выплаты и скидки на недвижимость тоже все отлично. Ваше же мнение, дорогие зрители, я обязательно жду в комментариях, но у меня на этом все. Если ты досмотрел данный ролик до конца, тебе понравилось, и ты узнал что-то новое, то обязательно подпишись на мой канал. Не забудь проставить лайк и нажать на колокольчик, чтобы не пропускать новые ролики. Ну а я с вами прощаюсь и удаляюсь.